Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. С вами Анастасия Борисова и перейдем к выпуску. Больше 70 миллионов рублей направят на ремонт детских школ искусств в Алтайском крае. В регионе продолжается масштабная модернизация образовательных учреждений культуры. Ремонт проведут в трех детских школах искусств в селах Романово, Смоленское и Завьялово. На их обновления в рамках нацпроекта «Культура» направят около 73 миллионов рублей. Напомню, в 2020 году благодаря федеральной поддержке 10 детских школ искусств региона и Алтайский музыкальный колледж получили новые музыкальные инструменты, учебную литературу и оборудование на сумму 53 миллиона. И продолжаем. Детское отделение урологии и андрологии Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства получило большое и просторное помещение. В каких условиях лечат маленьких пациентов узнала моя коллега Анастасия Меншакова. Малышке Свете 4 года. С 10 месяцев жизни она стала частым гостем уроандрологического отделения. Тогда и поставили диагноз – двусторонний пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Он опасен тем, что у ребенка может развиться почечная недостаточность. Чтобы этого избежать, мама Ирина привезла дочь на операцию. Сейчас девочка уже восстанавливается в новой комфортной палате. Здесь больше нам нравится, здесь более такие люди добрые, отзывчивые. Врач у нас здесь более такой обширный объем, он нам все рассказывает, все объясняет. Помимо того, что по нашей болезни, то есть дополнительные еще обследования назначил. Обследования проходят очень быстро, то есть не нужно долго лежать, потому что с ребенком это очень тяжело. Лечение назначили. Света не первая, кому провели здесь операцию. Детское отделение урологии и андрологии открылось в клиническом центре охраны материнства и детства еще в прошлом году. Раньше оно располагалось вместе с хирургическим отделением, а сейчас переехало на отдельный третий этаж. Теперь врачи лечат юных пациентов в больших и просторных отремонтированных палатах. Основные эти функции отделение выполняло отделение детской хирургии под руководством Юрия Васильевича Тена и справлялось с этим абсолютно. Но ввиду современных веяний произошла такая реорганизация. По региональному проекту «Мужское здоровье» отделение оснащено оборудованием, уникальным для края и детской урологической службы. Общая стоимость больше 27 миллионов рублей. Часть оборудования установлена в операционной. Есть и уродинамическая система, которая позволяет точнее проводить диагностику. Выбор правильной тактики лечения важен для маленького пациента. Работать без него раньше, ну, нам сейчас, мы уже понимаем, было очень затруднительно. Потому что этот диагностический комплекс, эта уродинамическая система, она дает нам возможность оценивать функциональные особенности нижних мочевых путей. Ну, мы можем с ее помощью точно знать, как работает мочевая система, мочевой пузырь. Отделение урологии и андрологии помогает детям от рождения до 18 лет с заболеваниями и порогами развития мочеполовой системы. Самое ценное, что есть у отделения – это специалисты высокого уровня. В этом году врачи пролечили 562 человека, провели 329 операций и выполнили 83 эндоскопических манипуляций. Мы в год внедряем новые методы, где-то 8-10. У нас патентов штук 20, если не больше. Это патенты на изобретение. И если говорить чисто про урологию, у нас урологические операции делаются все практически, кроме пересадки почек. А так все мы делаем. Скоро отделение преобразится и внешне. Уже строится игровая комната. А к Новому году врачи хотят добавить в коридорах больше красок и ярких деталей, чтобы маленькие пациенты чувствовали себя комфортно, пока получают медицинскую помощь. Анастасия Меншакова, Алексей Шаульский. Новости. А сейчас полезная информация для любителей путешествий. Прямые авиарейсы свяжут Алтайский край и Иркутскую область. Полеты по маршруту Иркутск-Барнаул-Иркутск будут по воскресеньям сегодняшнего дня на самолетах «Бомбардир» вместимостью до 50 пассажиров. Цена билета в одну сторону начинается от 5500 рублей. Вылет из Иркутска в 20.30 по местному времени. Прибытие в Барнаул в 21.40. Время в пути составит 1 час 40 минут. Обратный рейс 22.40. Прибытие в Иркутск на следующие сутки в час 50 ночи. Напомним, что с 25 октября возобновилось регулярное авиасообщение между Томском, Барнаулом, Красноярском и Белокурихой. И на этом выпуск новостей завершен. С вами была Анастасия Борисова. Смотрите телеканал Катунь-24.